всем салют хотел сказать свое мнение по поводу теплицы обогрева теплицы и к чему веду на самом деле призываю вас тоже самое делиться своим опытом своими знаниями и конечно же вместе вы найдете лучшее решение что я узнал по поводу теплицы дрова топят печку вот этой трубой греют грубо говоря теплицу печкой трубой греют теплицу то есть дым выходит через трубу и все откуда берется воздух сюда в печку а через все щели двери и так далее через все щели выходят через все щели холодный воздух холодный воздух внизу на земле горячий воздух вверху ну или у вас наверное есть вентилятор которая циркулирует воздух горячий по поэтому то есть нет у вас этого очень много информации опытов сделанных когда даешь покасательный воздух в печку в круглую печку в круглой печке начинается вихрь и то есть поднимается температура закрученным идет огонь закрученным по трубе то есть закрученным по трубе это еще длиннее путь длиннее путь и на самом деле можно поставить еще и турбину потому что закрученные огонь и закрученный воздух теплый он даст вам кручение какой-нибудь турбинки от турбинка например вентилятор будет циркулировать воздух по всей теплице вот заткнуть конечно все дырки сделать рекуперацию что такое рекуперации то же самое целая куча материала на эту тему то есть горячий воздух через стенку трубы греет холодный воздух который всасывается с улицы и то есть у вас всасывается и уже теплый воздух всасывается и получается вы снимаете еще больше ппд с этого горячего воздуха с дыма с горячего вот еще что хотел сказать по поводу многие из вас наверно слышали что в районах вулканов действующих хороший урожай снимают или еще историю что человек взял мусора насыпал ветки там листья там потом накрыл слоем земли на этой земли сад сажает что нибудь и боя берет большой большой урожай ну все говорят про вулканы и про вот этот момент что полезные микроорганизмы полезные короче вещества идут ну как от удобрений ну скорее всего и вы же удобряете свою теплицу но вот в чем дело все как-то закрывают глаза на то что что в мусоре что возле вулкана температура земли выше то есть я бы нагрел на самом деле нагрел бы в теплице еще и землю хотя бы закопал бы трубы ну например чугунные там трубы чтобы воздух еще циркуль теплый воздух циркулировал в земле там на расстоянии например полметра все такое и еще для зимы я бы закрыл бы еще там от земли закрылся бы пенопластом например слоем пенопласта то есть все это герметично закрыть например ну пенопласт вообще-то мыши съедят там чего-нибудь по пеноплеск пеноплекс что ли не съедят вот что еще бы я сделал как я говорю вентилятор чтобы циркулировал и прогревал еще и трубы вот эти ну тут много вариантов можно как говорится по мере возможности вот вот так бы я обогревал всю эту теплицу и сами подумайте будет у вас урожай выше чем сейчас то что вы топите вот так а вы как топите слишком маленькая температура больше больше леса рекуперацию точно вы не делаете хотя можно через алюминиевую трубу просто сверху трубу и тот же воздух уже холодный будет всасываться уже он будет нагреваться от трубы вот по поводу пара я не знаю почему вот многие не обращают внимание на высокотемпературные нагревательные элементы они намного экономнее даже вашего обогревателя который у вас дома возьмем метр метра высокотемпературного нагревателя он потребляет 170 ватт нагрев его до 500 градусов почему я предлагаю все-таки отапливаться паром капли воды и почему через трубочки через трубочки это больше площадь нагрева то есть большая площадь нагрева на расстоянии больше и капли воды пока дойдут по этой по этим трубочкам по кругу то есть там где-то метров 30 они превратятся по-любому в пар возле 500 градусов температуры вот этот пар это капля воды не только обогревает обогрев то есть например теплица они еще капля воды вроде бы в тысячу раз увеличивается и то есть например на поршневую или на турбину которым вас будет генерить на генератор будет давать вам еще электричество но будем говорить что генератор вам выдаст меньше электричество чем вы будете потреблять на обогрев будем говорить просто мы возвращаем часть электричества вот это поршневая зацеплена через вентилятор вентилятор дует воздух на радиатор то есть этот весь пар потом идет на радиатор с вентилятором ну и вот радиатор греет вашу теплицу все это больше пара быстрее вентилятор крутится быстрее остывает пар ну вот например вот такое предложение но еще раз говорю обратите внимание да в первую очередь на себя чаще всего в нас враг выращивают жадность как бы вы не делитесь своими опытами если вы что-то узнали лучше варианты конечно вы не скажете никому потому что якобы потому что на самом деле если вы объединитесь своими знаниями и опытами у нашей цивилизации очень много уже например рекуперация очень много этих знаний накопленных практики накоплены их можно объединять вот эти технологии в одну и вы получите больший рост больше урожайности ну и так далее и тому подобное если вам есть что дополнить только с радостью послушаю ваше мнение